Благотворительный фонд «Край Добра» теперь встречает подопечных в обновленном виде. В офисе сделали ремонт ведущие застройщики края. Подробности в сюжете. Так, несколько месяцев назад начиналась перестройка офиса фонда. Ремонта здесь не было больше 20 лет. Благотворители встречают с музыкой. По их инициативе офис «Край Добра» полностью отремонтировали. Фонд тут же смог заехать и дальше помогать тяжелобольным детям. В этом году у нас появилась возможность именно целенаправленно с моим другом, партнером, руководителем организации «Югстро-империал» Николаем Амосовым совместно провести здесь ремонт, оборудовать это помещение, чтобы людям, которые делают большое дело, было комфортно работать. Я очень люблю детей и я не могу оставаться равнодушным именно к проблемам больных деток. «Югстро-империал» и «Неометрия» помогают подопечным фонда больше 7 лет. Первыми говорят им спасибо. Именно дети. Они дарят сердце с ключом. Ключ – символ новой жизни подопечных и самого «Край Добра». Я очень хорошо знаю нескольких деток, за которыми слежу. Чувства, когда ты можешь помогать, их тяжело передать на самом деле. Они же где-то вот здесь в груди, где-то вот в сердце. Я думаю, в такой обстановке творить добро будет гораздо комфортнее. Основателям крупнейших строительных компаний проводят экскурсию по обновленному офису «Край Добра». Помещение предоставила краевая администрация. Теперь здесь новая мебель, просторные кабинеты и, главное, уют. А на стенах фотографии детей. Тех, кому помогает благотворительный фонд. Сюда пришли Николай Андреевич и Борис Геннадьевич. Они вышли, потом позвонили и сказали, что мы будем делать вам ремонт, потому что мы понимаем, что в таких условиях вам работать просто нельзя. Они в очередной раз показали нам, что мы не одни. «Край Добра» – один из самых крупных благотворительных фондов на Кубани. Он помог уже более чем 8 тысячам нуждающихся семей с тяжелобольными детьми. Вместе с благотворителями их подопечные начинают жить без боли и слез. Екатерина Пороханяк, Анастасия Панько, Вадим Жалеев. Вести.